Да, это очень правильно. Еще самое страшное, что мы проводили акцию в этом году, потому что еще много чиновников и чуской власти осталось всячески предпочтенными, чтобы взять под контроль. Поэтому мы сегодня пришли к вам, чтобы немножко задать тон нашей беседы, я прочитаю прощение, потому что я знаю, что вам представили, но у вас вы заняты очень. Я знаю, что вы меня ждали. У меня вчера я в Кироков-Колесе, потом уже 8 часов возбудился, звонил вам, но у вас телефон будет. Да, нам сказали, что вы принесли свечу, поэтому уже не нужно начать. Ночевались здесь, у нас все странно началось. Я, значит, объясню, а потом... Я прочитаю, потому что в рабочем режиме... У меня не очень много времени. Давайте я... Да, так, в смысле... Децидивный рутер, который был построен териториальной грамотой, но не стоит ли для политических субъектов публичного права на выполнение номерального отдела, нагадываясь, если вы там построены номерами, который в ваших местах... по сприятиям работают по территориальной грамоте и доручения сборю активистов. Так, так... Я, конечно, это предложил... Вот, пожалуйста, не знаю, предоставьте потом... Мы спросим, на дате, я не хочу перешказать в помещении статистических засобов реформатизации административного будильника за адресой площадки 36 для постоянной работы инициативной группы с питанием правовозабеспечения по створению территориальных грамот для юридических российских субъектов публичного права. Вот так, вкратце мы к вам обратились, где главы обращались к вам письменно, ответственно. Ну, а до этого группа в меморандум и сборы, где тоже, как бы, мы с нами предоставили помещение для того, что нам надо где-то встречаться с людьми, объяснять и рассказывать, что перед реальным грамотом это и не страшно. Это зритель Украины, чтобы мы как-то смогли переформатировать в страну, остановить чиновнические библиотки по тарифам, по выделенной земле, и по многим, по многим приемам. Поэтому, чтобы нам как-то это все рассказать, я по очереди даю слово каждому, чтобы он с разных сторон, да, рассказал, чтобы у вас сложилась общая какая-то не уходила. Извиняюсь, просто у меня сбои в графике начнется, у меня будет все валиться. Поэтому, если можно, вышел. Да, да. Ну, давайте мало подконечного. У нас, правда, не возможно переоценить важность формирования филитеральных грамот. Ну, особенно оборковывая, что по-моему, государство, как и в Киеве, все соглашено. Поэтому мы, ради активистов Байдану и представители церковных грамот, активисты, пришли прийти до вас со своей громадянской инициативой. Мы можем обладать на это двоевечный юридический цифровый, навчать людей, как правильно это делать, разработать короткую методику, что первое, что второе, что третье. И строить филитовый центр для того, чтобы формировать группы рабочие, которые могут на местах ездить, допомогать им самоорганизовывать. И просим у вас вселенные условия для того, чтобы это было серьезным условием, то мы бы хотели бы отримать место здесь, где своя громадянская. Основной метод на сегодняшний результат – это все-таки отримать место. Для нас это принципово, и это не просто наша знаменитка за божиное, а это самоорганизация филитов, которые уже в этой площади работают. Мы 2-го числа провели до сентября этого месяца, мы провели работающую группу, круглый стол, мы провели представители вашей Киевради, мы дали сейчас обгрунтование этой программы, которую мы предлагаем вместе с Кабинетами Киевради проводить еще до территориальных громад. И мы хотим сделать это на первом, что процесс строительства территориальных громад не должно происходить именно громадами за улучшением специалистов вашей установки. Киевради. Это супер громадский процесс. И тут не может быть контроль и лидерство с боку чиновников. Это должно быть самоорганизация, будет создать самоорганизацию регулированное суспільство. Мы просим вас все-таки сегодня это вопрос решить. Потому что мы видим, первый повар, согласно меморандам, вы нам обещали, но занимаются какими-то значительными структурами, которые никто не знает. Это местные коммунальные власти, территориальные громады, меморанды. и обещали эту программу, которую уже пан Надиславов – дей о территориальной регулированности, строительства публичности и, во-первых, оформления киевской громады. Ну и последнее, как мы можем говорить, какая мета нам нужно в Киеве строить конституционный остров. За все 23 года его не было створено. Я думаю, пан Владимир расскажет, о чем суть, особенно в том, что у нас четыре статьи конституции не были реализованы в этой Конституции. А значит, мы с вами живем в Конституции НУРСР. А Конституция НУРСР ведет до того, что национальное богатство, с базарами на уровне государства, ведет за собой усердно, как мы говорим. Мы не хотим никаких кризовых ситуаций. Давайте мы реализуем конституционный лад по Конституции, який заявляет, что мы можем быть в 96-м году. Значит, реализуемо цей механизм, поднимемся, субъекты. И мы начали субъекты А на сегодняшний день все судьи, милиция, прокуратура, они не легитимы. Почему? Потому что они не есть субъектами публичного права. Чтобы было понятно, что такое субъект публичного права, их народ не избирал. Вот я проюсь, человек, 18 лет судьи, которые должны оставить не мои интересы, а законы украины. Но они на протяжении 18 лет это нарушают. И я не могу их привлечь в уголовную ответственность за то, что это нарушают. А когда будет сформирована команда, она сама будет выбирать все участкового прокурора. И мы должны, мы собрались, чтобы запустить эту механизм, и нам нужна ваша помощь и поддержка. Еще одно слово я хочу дать памятник. В двух словах, вы для чего... Италия Владимирович, хочу привести такой пример. Я вам расскажу, у вас такие же классы, потому что он скоро найдет. Как-то на примере, донести мысль, если я вам хочу. У меня есть один председатель, у которого за три месяца, значит, Киевэнерго, 120 тысяч отрессионных на руководителя, догадал 350 тысяч незаконных на руководителя, сколько и оботкровился банк, право не было 150 тысяч. Вот маленький кооператив за два месяца потерял 620 тысяч. И куда бы мы ни ходили, на всем уровням власти, в частности, самый ДАК, который представляет наш район, он вообще не сказал, больше ко мне не выйдите, я не власть. У меня нет никаких полномочий решать ваши вопросы. Вот так, последний раз, я вышла из его кабинета два месяца назад, или три. И больше к нему не только я не хожу, но не ходят и многие другие люди, потому что ответы приблизительно одинаковые. И когда мы 7 месяцев назад, вот Хома, групп «Верный человек», это романская организация, нет, я просто, да? Романская организация. Романская организация. Романская организация. Романская организация. И он сказал, пишите в доручение вашу проблему, как вы видите ее решение. И мы, значит, вот я вижу, вот на ОСББ, фактически это почти 500 тысяч людей в городе, которые не имеют вообще никакой переговорной площадки. Когда вышел закон 1.98 по прямым договорам, у нас были реальные предложения, мы будем очень рады этому закону, у нас были реальные предложения, как нам состыковаться с властью, чтобы решить эти сложные вопросы, для того, чтобы эти прямые договора заработали. В результате нас не пустили в комиссию клюса, где мы готовы были сформулировать свои предложения по этому вопросу. У нас нет ни одной переговорной площадки, где мы могли бы обсуждать эти вопросы. Мы сидим по домам на своем компьютере, вверх, в лубяевском компьютере, по всему городу, выключаем, выключаем и так далее. Это ненормально. И если бы нам этот центр создали 7 месяцев назад, мы просили. Для переговоров, не для бунта, для переговоров, потому что мы свои предложения вам не изложили. Не было бы мы в этой войне 7-месячной по коммуналке, потому что председатели готовы выйти со своими предложениями, как разрулить вопросы и так далее. И до сих пор у нас нет этой переговорной площадки. А я же, не я, ни кто из наших спілок, у нас нет этой переговоры. Купить помещения, купить свои оборудования и так далее. Мы это не можем. Это общественный интерес мает, это наша страна. Если вы нам так поможете, вы с собой из головы измениваете много питаний. Вы свои поведения, которые вы получаете. Что же мы не можем пользоваться этим? Я, ребята, что сказал, это банк. Что можно, Виталий, потому что я единственное, что хочу зауважить, это то, что в местах, который имеет особенный статус, статус столицы, и мы должны все послужить, и вы, и мы, и сами месты, послужить приклады, мы проведем комплексы всей страны. Все шансы, повага для вас, я надеюсь, что вы все-таки поддержите наши причины. Мы должны быть, когда мы имеем такую миссию, конкретно спринять, и мы должны работать. Вы на эту историю? Ну, прошу. Привет, Альбис. Я возглавляю союз внутренних садистов. Наши дети. Именно этот союз организовался, когда началась война. Наши дети там находят. Наши дети. Есть, например, маму, которые дети помидли, провожали с мамой, которые дети уволили. Поэтому я лично от матери очень прошу вас. Все сделали для того, чтобы в этом привлечении было обязательно помещение, кабинет для вот этой деятельности. Почему я это говорю? Потому что надо начать восстанавливать конституционное право. Вот это первый шаг восстановления. Не то, что там ряженые чиновники. Я имею в виду тех, которые быстренько перекрасили все. И народ это все видит. И наши дети там все видят. Делайте, что не надо. Делайте. Почему Аблик стоит рядом по таким вопросам? Это наша жизнь. Понимаете? Если мы сейчас этого не сделаем, то, что нас и нам будет. Все, которые мы здесь стоим. Понимаете? Поэтому они очень надеются на нас. Мы вот то, что мы сделаем, вот эти шаги, мы обязательно информируем их. У них поднимается дух. Вы знаете, что на сегодняшний день им отвод делается. Нет порядка. Нет порядка. Понимаете? Мы им своими действиями даем дух защитить нашу страну-украину. Поэтому я вас очень прошу, от имени всех матерей и сынов, которые защищают нашу Украину и целого нашего государства, обязательно, обязательно сделайте шаг навстречу громадным гражданам Украины. Это вам будет очень большой плюс. Почему? Потому что на сегодняшний день я имею право заявить. Вы же нашего президента, Варшенко, очень много любых друзей, которых он слушал. Понимаете? Если у вас как появится время, и если мы с вами пообщаемся, мы вам чуть-чуть глаза откроем, мы бы уже все прекратили. Если вы ряженые любят дружи, которые ловили свои финансовые интересы, вы все понимаете, о чем я говорю, мы бы уже войну прекратили. И наши дети не погибали бы. Поэтому я вас очень прошу. Вы новый формат правления. Вот мы вас так рассматриваем. Понимаете? И если вы, вот вы, возглавляя Киев, это лицо, столица, Киев это сердце в нашей Крыме. И если сейчас вот это движение, да, я понимаю, будет сложность, и очень много будет людей, которые будут против этого. Ну, всем нужен конституционный ват в стране. Но мы должны ради памяти тех наших героев что-то изменить. И вот это первая ошибка. Я вас очень прошу. Да? Давайте я вас сразу. Слава, пришла. На самом деле, очень здорово, когда есть инициатива. Вы себе представите, вы можете, сколько проблем, сколько это объявит конюшни, которые невозможно носить. Какой бы бы сильный ни был, кто бы ни был, наверное, с тобой невозможно это сделать. И более того, невозможно сделать, когда люди сидят и ждут, когда у них что-то поменяется. И очень здорово, когда они инициативны, когда они берут инициативу в свои руки и сами готовы работать. Очень здорово. Вы, только что я вот конспектировал, по АТО, по ДУК, очень все здорово. Я, собственно, совещание проводил по АТО. У нас сейчас идет новая мобилизация. Активность очень серьезная. То есть вот началась активная серия, и накапливающая силы на Востоке. Война закончилась. Я очень боюсь. Сейчас начнется продолжение. И самая страшная вещь, почему эта война, это абсурдная война. Русские против украинцев, украинцы против русских, на самом деле не русские против украинцев, это политика, геополитика. Дельных территорий, это абсурдно, абсурдно, она тем, что чьи-то амбиции возобновить империю не дают нам спокойно страну. Но, правда, на нашей стороне мы отстоим независимость, с аркотерриториальной церкви. Но есть один большой оставляющий. Нам необходима помощь. Ваша помощь, волонтера помощь. Один из шести человек призывный час. Пять человек, семьи друг. Или так. Нам необходимо понимание того, чтобы мы будем защитить на шестом и воздать совке. Или жить в старом совке в подобном построении. И в этом направлении я понимаю, что матери они переживают за детей. У всех нас есть матери и всем рискуют. Но самое интересное, для чего он рискует и что он будет. И в этом направлении нужна помощь точно так же. Что касается грамманских организаций. Я всегда не нужно из меня делать чиновника. Чиновника, когда не было, всегда делали аналог с обеих с чем, это не означает, что достаточно. Самые ключевые вещи это заболевление самопровия, которое было уничтожено в ГИБе абсолютно. Его возобновлено. Не было мэра, у нас не было грамманских организаций. Если были грамманских организаций, то были такие ручные, специальные, которые были. На сегодняшний день я постоянно провожу встречи с активистами с грамманских организацией. Очень много разных направлений. Про союзы у меня каждый день разных управлений. У меня представители в Монсане уже полосадное количество разных были. Самое интересное, что из разных направлений политических организаций, общественных организаций. У нас около 20 организаций, которые хотят, чтобы выглядели помещение в городе, в здании Киатарии. Без вопросов. это все у правой пронеживе громады. Громада дала мне право отстаивать интерес, быть таким так называемым третийским судьей. И самое главное, это все события происходят на Майдане. Люди встали в личность правильной власти, которые вышли, по сожалению, властей. Мы начинаем менять, конечно, хотелось бы, чтобы это сменилось быстрее, очень много перекосов. Я знаю, что мы встретились с того, что добились политические заключенные вышли, но нам нужно добиться, потому что те, кто давал приказы, судим, беззаконно, стреляя, разгроняя, колечить людей, они ответственности в своей муниципе. Это отдельная тема. То, что касается киевской городской администрации. Процессы не уйдет. Есть еще люди со старой формацией. Вы можете себе представить, в городе Киеве только тысячи коммунальных предприятий. Тысячи! Я даже некоторых даже еще в глаза не видел, потому что до них еще не нашли директоров этих коммунальных предприятий. Полностью вся эта система. 60% от тех людей, которые работали, уже не работают. Весь ключевой руководящий состав мы заменили. Этот процесс идет, но дальше постепенно. Невозможно прийти, всех выкинуть и с нуля строить. Этот процесс движется. Если я сразу же сказал каждому, не дай бог, я дай бог душу. Ладно? Будут примеры взятое счастье, вымогательство. я буду уничтожать таких людей, они будут отвечать под все скромные сезон. Обращаемся к грамотской организации. Если есть. У меня кстати не очень хороший пример. Пришла грамотская организация есть главная архитектура варваришь. Человек, который там работает, смесит главную архитектуру. Говорят, что там взяли. Вопросов нет. Отстраняем сразу же. Создаем комиссии. Представители, более того, чтобы нас не отменяли, что комиссия не такая-то ручная, пожалуйста, представители грамотской организации входят в комиссию и если побеждаются что человек вымывает, специально создают условия для того, чтобы саботировать работу этого человека нет. Знаете, что самое интересное? Я за ними беру, перезванив в группу техники пишет.